На прямой связи с нашей студией Эльчин Алоулу, главный редактор информационного агентства Милли Ас. Эльчим Алим, здравствуйте. Добрый вечер, приветствую вас. Эльчим Алим, участники акции говорят о том, что они не допустят переброску военной техники, боеприпасов, используемых Армении для совершения военных преступлений на территории Азербайджана, но не будут мешать проезду гуманитарных грузов и так далее. В целом, как вы считаете, сама причина этих акций протеста? Ведь мы помним, что не так давно был опыт мониторинга представителей Азерсу, водного хозяйства Азербайджана, на Сарсангском водохранилище. Что случилось именно на золоторудных приисках на этих объектах? Там было что скрывать? Почему все-таки пошли на эскалацию? Почему не допустили наших представителей профильных министерств и ведомств на эти объекты? Спасибо за вопрос. Во-первых, в отличие от золота и плевных ископаемых, воду достаточно легко приобрести в памяти и вливании путями. Везде и всюду и в любое время суток. Но золото – это такая субстанция, которая продается, причем хорошо продается. Создавая это золото, можно купить оружие, мины, минометы, снаряды, орудия и техники для диверсии, также снайперские винтовки. Все перечисленные мною военные техники, оружие и боеприпасы служат сугубо террористическим целям армянской Вахунды, которая ныне, я бы не сказал, правит, а заседает в Хакиньбеле. В отличие от представителей иных профильных министерств ведомств Азербайджана, достаточно четко, конкретно и непоколебимо выявили факты разграбления откровенного грабежа, варварского грабежа природных ископаемых Азербайджана и нашего природного достояния. Это во-первых. Во-вторых, с первой минуты начала акции протеста представители гражданского общества, экологи, а также гражданские активисты, никоим образом не препятствовали прохождению гуманитарных ввозов, скорой помощи, а также автомобиль и обеспечения российским миротворцем контингента. Наоборот, всячески создавались условия для проезда. Если вы заметите, и это было неоднократно показано и вашими корреспондентами, и на вашем телеканале, что дорогу перегородили не мы, а именно российские миротворцы. Третье. Я не именил российских миротворцев в этом великом стоянии. Они просто стоят и исполняют свою деятельность. То есть занимаются межеванием, не отмежеванием, а именно межеванием наших активистов и самих себя. Вопрос в том, что хунта террористическая, которая ныне стоит в Хантяньке, или же действует, смотря по какому разумению, упорно не желает подчиняться требованиям трехсторонного заявления, которое было подписано два года назад. Это же заявление четко указывает, что Армения не имеет никакого права, ни политического, ни экономического, ни иного содействия или действия, или же давления на Карабахский Армян. Но мы выйдем совершенно обратно. Райка Рутуна, самопроголошенный президент, так сказать, самопроголошенного сепаратистского образования в Хантинке, а также эмиссар Кремля, Рубин Варданян. Они, создав отопленный дуэт, приступили к откровенному грабежу, вооружению отдельных отрядов, так называемого самообороны. На самом деле, этот отряд является чем-либо, как отрядом диверсантов и террористов, и усиленно вооружает местных армян. Выявлены вооруженные в силах Азербайджана, а также пограничной службой и таможенной службой, мины, которые были произведены в прошлом году и в немышленном году в Армении, четко указывают, а также доказывают то, что Лачинская дорога служила отнюдь не гуманитарным коридором. Эта дорога служила интересам криминальной олигоприи, как Армении, так же перерасистского хунта в самом Хантинке. Перейдем от слов к цифрам. За прошедший год, а год мы можем считать прошедшим, потому что в последние декады этого года из Армении в Хантинке было перевезено более 3000 мин, среди которых абсолютное большинство составляет противопоходные мины. Все они произведены в Армении, в двух городах, в трех военных заводах. Также перевезено более 2000 единиц стрелкового оружия, из них более 60 пулеметов. Были также перевезены минометы, снаряды, мины, каменометы, снаряды Каубинсом Б-20 и Б-30, также ракеты для РСЗО ГРАД и БМ-21. Также были перевезены более 600 тысяч пуль и снарядов для стрелкового оружия, приборы ночного видения, два мобильных РЛС, приблизительно 60 квадрокоптеров для аэрофотосъемки и воздушной разведки и так далее. То есть Лачинская дорога в сущности превратилась в дорогу снабжения военно-технистской помощи для террористских законодателей. Акции преследуют несколько целей. Первое. Несмотря ни на что, никакие крики международного сообщества, никакие попытки давления на официальный паку, на границе, на спорной границе, точнее, потому что до сих пор не проведена ни делимитация, ни демаркация, должны быть обязательнейшим образом созданы пункты пограничного контроля и пропуска, как Министерство внутреннего дела Азербайджана, также пограничные и таможенные службы. Второе. На этих пунктах должны быть размещены, и эти пункты должны быть оборудованы, и там же размещены специалисты, и соответствующие техпенды досмотра всех, исключительных всех грузов, которые следуют из Армении в Хангении. Третье. Должны быть соблюдены все пункты договора, заключенные между Россией, Азербайджаном и Арменией. Если не будет заингажерского коридора, тогда не будет и Ларчинского коридора. А что мы наблюдаем? В настоящее время Ларчинский коридор превратился в совершенно бесхозным, неконтролируемым артерию военного снабжения для армянских террористов. Теперь отвечаю в конце на ваш вопрос. Я скажу, это золотаростная радикель служит для пополнения и обогащения не только террористов, а также командующего миротворческой миссией генерала-майора Андрея Волкова. 50% от добытых денег идут на снабжение антипочиняновской коалиции и политических сил и культуровых в Герлане, которые выступают за свершение пощиняне и воцарение на его место Рубенова организатора. Остальные половины, то есть 50% уже идут для приобретения техники, материалов, сил и средств в обход санкций наложенных западом на Россию. То есть положение, нынешнее положение устраивает как армян, так и попечители этих армян. Большое спасибо, Эльчин Мелем, за ваш комментарий. Благодарю вас. До свидания. Всего хорошего. Я напомню, на прямой связи с нашей студией был главный редактор информационного агентства «Мелли Ас» Эльчин Алоуум. Субтитры создавал DimaTorzok